бабулины огурчики из сала что смысле бабулина сало всем привет с вами игорь это канал blackhost play мы продолжаем играть ведьмак первую часть прошлой серии я сделал много заданий у меня попросили деньги за то чтобы вот это вот сделали в воду точину сделали молнию сделали это все и отказался думал сейчас подожду на костре и дождусь эту молнию ни хрена я ждал 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 в итоге заплатил эти 500 коренов и раз сразу пошел дождь я даже не знаю от чего из-за того что не заплатил потому что ну прям моментально я только нажал и она сразу пошел весь дождь так что без понятия давай тыкать ему эту железную штучку не знаю куда в голову ему прям в глаз тыкай красавчик если так понял будет что будет там разрушиться он оживет судя по книжке которая была про големов там нужна типа молния летит такое и будет драться да а ну конечно он же ожил посмотрел я его я тебя создал козел а ты на меня все драться будешь да ну да конечно разве так козел на големе конченый на коме на големе так давай берем нужную это что это не то подожди сейчас секунду и пошли это что так мало то наносит я так долго буду видеть вот отходишь давай сюда мне нужен так стелла это что такое иди сюда сюда иди сюда смотри светится светится говно стой давай ардамов ухернем не помогает ай как больно как он больно бьет кому это это бред его нельзя так убить а эти все стелла давай сделаем на давай и последнюю это же рядом он должен быть да иди сюда что случилось меня молния ударила почему хочу я у него же должно как это работает а почему я там у него получил иди в сраку сейчас убьет меня давай так давать так и давай да почему у меня может в него втыкнуть надо что-то не знаю ей так него железный пруд втыкнул я так понял цель такова и он как бы можно забить этим мечом на его пить на она будет 23 часа а вот эта вот фигня типа надо его как-то стеллой этой убить да чтобы в него молния ударила типа как она работает ну вот стела одна вторая стела по рядом он со стеллой должен быть а я не должен находиться а как я не должен находиться рядом со стеллой если в принципе я должен их активировать давай пробовать что да иди сраку я буду иди в сраку буду пробовать сейчас стеллы раз стела для песня хорошая прям такая раз иди сюда говно для его ударила а так ударила для отлично ударил и музыка там такая замечательная прям боевая давай мол 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 что послушаем песню есть контакт все так легкий такой пусть давай так у тебя есть сефирот у тебя есть обсидиановое сердце голема особая субстанция да окей задание выполнено я побегал еще по выполнял какие-то задания и не помню какие я вроде бы золото на пригласил на вечеринку вроде как я короче где я должен принести там топор в жертву так я вроде бы получил не типа я вроде бы отдал этот топор он же амулет вроде бы дал мне давай попробуем я помню что он амулет не дал может я загрузился где-то и этот амулет не получился хрен знает может и загрузился кстати ну идем голема убили очень быстро убили вообще говно козел лох вот там куча големов вот буду всем рассказывать что самый главный голем лох страж куда мне идти я забудился а вот тропинка 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 так вот они вон он лоит этот не надо а вой за лоит лой за надо ему отдать короче амулет то продолжай что касается дороги пристани что касается дороги к пристани давай что ослеп все либо ушли что случилось чтобы нас спасать ты отправился на экскурсию вали отсюда губи чей-нибудь еще жизни хочу не так то так и я провалил задание почему хочу не так то у меня короче что на наебал ты где почему-то мне не даешь я тебя раздавлю как червяка если еще раз здесь увижу ты чё козел за ты что оглох повторяю тебе сейчас дам ты что пошел отсюда я не понимаю я как бы положил топор к нему на вот эту фигню как он называется на пьедестал с пьедестала получил амулет и вроде бы я ему отдал этот амулет или не отдал где этот амулет это перестал это книжка это бабулины огурчики из сало что смысле бабулина сало откуда сало в инвентаре я не понял ну вот она амулет водяного ты почему не принимаешь ты андон я ж тебе сделал задание он короче кидала все ясно кончи сраный просто кидок кидала так я пообещал что приведу мальчика это не найду я мальчика везде облазил не нашел я этого пацана это не то пойдем на вечеринку есть секреты визимы я сказал рейтинг рейтинг что ничего не этого да 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 осталось найти только один последний сифирот дополнительно сифироте есть в глоссарии он вроде бы мне в инвентаре записку какую-то оставлял про вот эти вот сифироты так сифирот 11 перо 2 вот она вроде бы записка колькштейна они это список подозреваемых это не тонн письмо в крови нет это не то а подожди что за письмо в крови новая за что так решительно действовать ситуация требует название нашей организации с тайным приветствием леварден так что-то не то письмо в крови это не то боба боба острый почерком предмета где найти сифироты этот предмет ну так где мне найти в глоссарии ладно пойдем глоссарий где глоссарий так глоссарий дети сифироты о заменки колькштейна смотри любовь хесет вас к придать кипячка на болоте что же дабы завоевать любовь этой дамы мне придется здорово попотеть и так она мне дала да вроде бы хесет да царство мальхут канализация подвозимая мое любимое место у колькштейна точно есть гном среди предков так это я вроде бы самом начале получил сифирот понимание сила слава бина гуда от статуя милителя да я сделал так основание биот пещера на болотах очередное доказательство того что колькштейна гномы в роду что ты пройти к гномом прицепился так но мы нормальные гномы прям это золото добытчики так я ходил пещеру смотри основание есот есть есот на посмотрим есот и есот так идем сюда и смотрим есть короче мальхут есть короче сифирот вот он есот кстати есот есть так дальше победа не цех страж башни только что получил корона китер а только алекштейн просто произвел самого себя из записок следует что последний сифирот я найду случайно жареная это как-то то есть китер китер есть давай посмотрим китер может я уже получил так мальхут вот это что такое не ца китер мне нужен китер китер гвурт от да охма бина сейчас каких-то духов вызову потом все и и фи 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 рет кисет кисет это он не то кисет любовь нету последнего типа камня до получается который случайно должен попасться и где же я тебе его найду ладно пойдем короче к женщине на вечеринку женщин непривычно ждать у нас там вечеринка там собираются люди там вот будет золтан например да и еще кто-то вроде бы будет ну вас соответственно в шани бабулька обязательно я вижу что будет потому что как же без бабульки если она там везде нос свой сует а я только что допер одну вещь сейчас же дождь почему она не тухнет что с ним не так с этим факелом почему не тухнет куда мне вообще идея куда все я потерялся давно не играл и потерялся знаешь почему давно не играл может и я до сих пор болею я так уже задолбался болеть чтобы понимал я вначале глаза лечил потом я заболел этим ротовирусом когда у меня рвало и все остальное вот сейчас на на дня 4 назад у меня начало болеть горло сильно причем нашу без соплей без кашля без ничего просто горло и конечно же подташнил 100 процентов это просто подойти просто короче не долечил ротовирус потому что каждый раз когда он начинался у меня вот последний раз то то я им болел всего лишь два раза в жизни и вот когда он не начинался у меня перед этим начинала болеть горло чё собака так что это сто процентов он но мне получше как бы у меня я сразу на начал пить таблетки сразу смеху смекнул что это такое и как бы и вот он вот он я все хорошо все замечательно горло кстати тоже проходит я там уже я уже что что перевези меня 4 4 дня я уже залечу как только горло начал хорошо потому что это же разговаривать не мог я поговорю вам не очень больно мне глотать больно слюни или еду ну как бы а сейчас хорошо вроде более-менее разговариваю как видишь хорошо правда видончик у меня еще тот и ну видно видно что болезненно у меня синяки под глазами кожа бледная но я думаю что скоро это пройдет так что идем идея иди отсюда короче мне нужно ночью как я понял вечером потому что она днем работает значит мне надо вечером пойти на эту вечеринку где костер вот он костер идем на костер для прям на нет бы сесть на землю так он нет он пошел и сел сел на подстилку ты погляди какой я надеюсь я не ночью приду как бы вечером же надо я вот не понимаю а кого еще можно было пригласить к шане там было задание пригласи друга то есть не было не было название что ты должен пригласить кого-то особенного там допустим золтана да иначе было бы приглашать друга типа пригласить золтана нет значит можно было пригласить кого-то другого кого напиши в комментариях кого можно было еще пригласить я просто не понимаю этого спать хочешь и как только смену отстоишь и сколько угодно ранение игры так идем в принципе вроде бы ночь а вроде бы светло видишь а где она светит типа заката заката то нету или это не закат светит походу это не закат светит так идем к шане потом у нас по заданию я а что по заданию потом так задание то уже все выполнил по сути а как мне найти туда сифирот последний может у нее сейчас будет машина мне даст его но начинается бабулька идет смотри мы сейчас кажется ой я не могу то случилось сердце моё помогите умирались случилось такой разврат под моей кровли любовник музыкал какой-то но это же не просто музыкант это знаменитый министр и лютик а лютик знаю я чем он знаменит и я совсем не жажду через девять месяцев слушать как младенец тут надрывается только через мой труп так они аккуратно отняться наверх вместо дуэни вот теперь ты дело говоришь я сейчас поднимусь я сейчас дам пиздюлей каждому заткнись чтобы сидеть развраты без меня чтобы делать ребенка и без меня куда без меня я сейчас все восстановлю так для лютик геральт разрази меня гром я уж было решил что призрака увидел вообще-то я с ума это шутка шани это не шутка но как я же своими глазами видел что ты видел лютик я видел как она приказала положить тебя в лодку и там был единорог и мильвак как и рпн золото мы все это видели это конец книги ну там при чем дистерпен а герпен да был 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 но эти же как гирангуль ангулема милева откуда бы им им там быть так она хочу знать больше почему все уделять я потерял память я хочу знать почему все так удивляются когда видят меня живым но по сути он умер все по порядку пять лет назад мы сидели в корчме с нашими друзьями ели улиток пили водку затем обезумевшие жаждущие крови толпа ворвалась в район нелюдей помню помню да надо хотел остановить их вот вышел на улицу а там но училась кто-то кто-то проткнул тебе живот вилами ну не надо так говорить слишком поздно вот козел он сам перей он все переврал не так что я вышел сразу получил вилами геральт вышел он многих как бы порезал вот эту толпу как бы защищая там не люди принципе невиновных да а потом когда он к одному начал типа как он называется ну короче хотел 1 рубануть а он начал молить о пощаде бросил вилы там или на колени вставали что такое и как только он типа перес ну вот так держал типа замах он и как бы как тебе объяснить когда он перестал убить точнее остановил замах свой он взял его проткнул вот так было не так что я как лох как тряпочка сразу же умер давай все говори будто ты мне не все рассказывай врун мы все там были да ты врун и кто так ты действительно ничего не помнишь все твои друзья все кого-то любил 3s было никого не жена за этих твоих баллад я говорю правду и ничего боли геральт прости меня я все еще не могу поверить что ты жив а кстати да почему ты жив я не могу доказать потому что это просто невозможно это на наклон помню а ты ничего не знаешь боюсь некоторым загадкам суждено остаться неразгаданными сядем за стол это уже бухает без нас то видео он сидит бухает уже такой на самом деле ты прав мы слишком через многое прошли вместе чтобы я тебя не признал а друг это оказывает окажется что это не геральт потому что геральт умер окажется что это чей-то клон какое какого-нибудь и могущественного мага ты кого-нибудь пригласил конечно хивая ты его знаешь нет но с удовольствием познакомлюсь от мы с золтаном всегда споемся да ты-то знаю ты знаешь а как бабка то его пропустит золтана отлично раз уж вы двое во всем разобрались давайте выпьем а золтан и не понял где золтан золтан я тут думал знаю думать не небезопасно но у меня появился один вопрос давай выкладывай лютик а не то еще лопнешь от нетерпения представим себе что ты получил контракт на вампира а что ты будешь делать типа убью его ясен хрен серебряный меч или ксир контракт на вампира лишь а что если я скажу что у тебя есть возможность по-хорошему договориться с этим вампиром мои разве что с высшим вампиром если бы можно было просто убедить бруксу к примеру начать питаться кроликами я бы уже давно остался без работы а как насчет высших вампиров вову очень редко можно встретить если честно и встречал а позволь мне продемонстрировать что кровь значит для высших вампиров лютик твое здоровье чему он это говорит вообще не пойму ох крепкая зараза забирает деньги мне вернешь собирался меня просветить для это уже пьяный шатается послушай человека который успел пожить на этом свете еще не потерял память кто отойдет как тебя опустили привет будешь и добро пожаловать делать и чуть здесь дома что ведь добрый вот я сразу пришел сразу жрать сразу пить куда ты сразу пить ты только пришел нет бы привет пока только пришел такой барин добро пожаловать геральт и вот он налей мне водки для все я поплыл одно один раз выпил все поплыл слушай внимательно геральт новым вампиром в отличие за ебал про ваш кровь вампира требуется не человеческое не чья-то еще для них кровь дорогой мой истребитель монстр ведет к они она выпивка откуда ты это знаешь лютик клянусь волосатыми яйцами львиноголового паука я знаю откажется на меня это сбивает с толку а кстати он же был да это к чему кончай представление выкладывай натуре геральт у тебя был приятель настоящий друг который был вампиром реки с даже данные друг дракон был мою и дракон тоже кстати ты дружил с вампиром золтан это знает помнишь региса да но я не знаю был ли он вампиром и что он там пил он был настоящим другом и мог голыми руками вытаскивать раскаленные подковы из огня не обжигаясь а что случилось с регисом имеем как бы все умерла погиб сражаясь за тебя геральт давайте выпьем за него и за всех остальных кто погиб выпьем за каждый по за свое одна за русте 2 за какого-то стратена за какого-то стопона мать или на геральт высшим вампиром в отличие от низших кровь откуда ты достал ты только что-то говорил мне так может у меня и для все нажрался одно и то же начинает нести может другим надо поговорить давай шани поболтаем шаней в чем расскажи мне о битве при бренни нас было четверо раненых четыре пацана я не выходил нас было терять шире пацана честно говоря я мало что помню это был один из худших дней в моей жизни надеюсь ты ничего не имеешь против золтана наоборот он мне нравится яд он тебе нравится может вам как бы это вместе делом кстати грунте а он вот он думка мелкий такой не видно его даже хочешь есть пожар у нас есть хлеб но мы же не лошади чтобы есть хлеб без ничего золтан прав нам нужно сало у этой мумии внизу кладовая забита под завязку но и возьми у этой мумии как метка ее называет золтан должно быть салой соленый огурцы не так возьми и главное чтобы тебя не поймали я блять кончи ты посмотри на них ты вот посмотри на них а почему я кончены пошел но все знают что краснолюды отвратительные воры враньё ты мелкий туда нельзя а уж лютик точно напортачит яс ты мелкий сука это она тебя не увидит ты мог бы прокатиться как колобок а она сказала бы что это кастрюля ясно железная блять ладно пошел тем более что я только что вроде бы смотрел что у меня сало где-то вот она есть где-то сало так сало где-то здесь же было сало я откуда-то его брал я не знаю а вот бабушкина огурцы и сало здорово успешно даже не отошел а и огурцы и жопы достал ты не мог бы прихватить еще и сахару блять борзеешь блять ладно обойдемся салом ну за нашего бесстрашного ведьмака да за за сахаром можешь идти сам притворись кастрюле тебе не заметят куда идут все и происходит я вообще ничего не вижу кажется я знаю одну песню как раз для золтана ну-ка с удовольствием послушаем позже почему для золтана а мы о протрезел смотри сразу битья там в бару барочке да волчишка пляшет зубья щарит резво скачет и хвостишка машет ты чего такой веселый бестия лесная или жены не подыскалась не нашлась такая аумпо 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 гляньте серый волк потлатый стонет под горою морда в землю хвост под брюхом и слезы кою ты чего такой унылый бестия лесная женился я по дури бог судьбина злая умла 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 господи бабка там на она уже сердечный приступ схватил сложные настали времена лютик былого теперь уже не вернул мне кажется добрые времена смотрите ша не заснула давайте выпьем еще по одной тихонечку давай вы давай так может не стоит за тикшане подарите букет роз ну букет роз можно подарить так так диана не спит нихера она притворилась чтоб вы ушли а я сейчас приду такое мы как бы это по пьяни жук-жук пойдем все я боком буду идти куда ушами можно поспать кстати да ушами может можно поспать назад краб идем назад и идем назад и сюда ща буду рассказывать тебе свои истории уй на можно прикинь поспать не нужно поспать получается до утра потом поспать опять какие таланты я хочу по а вот для таланты появились по даталанты я потом сделаю я потом скажу тебе к что я сделал потому что это очень долго сейчас раз вот это распасовывать эти таланты много времени уйдет а мы как был так затянули видимо к ты видел какая уже серия а только второй акт видео какая какая я не помню например какая уже серия по счету так пойдем а кстати а почему она дома утра же так идем короче за цветами купим ей цветы цветы и у садовника продаются потому что мне об этом говорили куртизанки вот эти баб но я не буду назвать это вот наше женщины легкого поведения так сказать они говорили что подожди ади садовник а садовник они не там садовник то вот он так какие красные красный это любовь и желтый это дружба давай желтый или какие нужны так может быть мне стоит зайти к шане подарите букет роз а может быть если красный подарю может мне перепадешь на так давай смотри смотреть есть короче тюльпаны нет это говно есть красные розы но это означает любовь есть желтые розы это вроде бы дружба белые розы не знаю что означают и орхидеи давай красные вдруг сейчас это того самого пройдет вдруг перепадет час бери сюда красные розы если хочешь что-то и чтоб перепала падут подаришь желтые она скажет иди нахер ты теперь друг так и будет если она знает что означают розы я пошла куда пошла она ушла куда иди сюда куда побежала где она я не пристроение приходи позже ах ты сука почему-то не настроение буз бадуна но все мог бы в принципе это купить и прийти теперь бежать спать опять до поздно и не понимаю где последний то сифирот найти как бы это я так понял побочная миссия которая ничего не означает стать и кстати кстати здесь может ходит это женщина я так и не мог вы не смог выловить эту женщину которая со мной разговаривал чтобы я ей чтобы она мне дала задание но здесь ходила женщина она пропала я просто вот нет как бы сколько раз уже хожу в разное время ее нету ну нету и мне не надо и топу значит вон иди в жопу карман я с самим таллером знаком так что подумай дважды мне насрать я тоже с него знаком так пойдем вечером или пойдем ночь пойдем ночью ночью она точно дома ночью без нам никто не не это не помешает тем более ночью можно детей делать потом через девять месяцев бабулька будет счастлива пойдем сейчас все сделаем хотя скорее всего он блин может ничего не пойди не перепадет просто типа подарю розы типа скажу ну вот тебе розы спасибо за вечеринку за предоставленное жилье скажи спасибо бабульки там надеюсь она и жива после этого всего после вот этих вот завывание лютика а кстати про лютика что я там ржал потому что он типа сказал что он сейчас поет он вот он одну и ту же но тут и ринька у просто вот я тоже так могу играть в принципе взять вот этот балалайку и просто разу 3 3 каждый раз одну и то же просто так идет о привет золото привет обнимайся наверх видишь я все уладил все убежали все ушли что такое только как ты золото на как золото на тебя прошел я без понятия иди сюда да да на тебе короче розы где розы малина уж малину едать один розы то красные розы на милые цветы спасибо геральт чё ты недовольная а не краснеет да ты никак краснеешь мне редко дарит цветы я довольный довольная до тельницы должны быть толпы поклонников то есть время за какой-то мрачный урод он всех распугал шани если тебе нужна помощь да нет он какой-то загадочный может быть даже обаятельный в каком-то смысле он несколько раз меня провожал и кто знает что бы могло быть дальше если бы я не выяснила что он ведет двойную жизнь за женщина двойная вторая жизнь ты о чем его звали талер ах он козел что ты его знаешь то знаю как то мы гуляли вдоль реки романтика все дела ну-ка и тут я поняла что за нами идут двое на них были серые плащи поверх доспехов специальных войск думаю плащи должны были сделать их незаметными конечно вряд ли бы кто-то другой понял в чем дело они не учли что после учебы в университете я их за милю различаю и я уже но что нас сейчас арестуют начнут расспрашивать о белках он вдруг сказал что беспокоиться не о чем мол его зовет долг и мы должны расстаться плел что-то насчет того что он меня не достоин и прочую чушь в таком же да шпики стояли совсем рядом на границе слышимости я уже хотела было сказать ему куда он может засунуть эту жалость к себе но тут я заметила что шпики подают ему сигналы шани а у них были значки саламандр я же сказали специальные войска мне стало любопытно и я сказала ему что он разбил мне сердце и потеряла сознание ну или сделала вид что потерял потеряла позвонили к нему а толер и мы говорит лучше бы это было что-то важное один из плащей отвечает но шеф мы же типа невидимы а талер ему говорит я твои яйца сделаю типа невидимыми когда запихну их тебе в задницу дебил ну тогда я не выдержала и рассмеялась рискованно чем все закончилось а когда они уходили я слышала как невидимый сказал другому что их операция против саламандр провалилась вот и все так он типа эти двое тайная полиция фольтеста жалкие шпики когда мы встретились первый раз я помогла тебе скрыться от риданских агентов тимирианские немногим лучше кстати о наших приключениях в оксенфурте чему там помешал люди когда залез в окно текасу я уж думала ты никогда не спросишь позволь я тебе напомню давай для напоминать час будет это в живую так сказать транслировать по кино но мы тоже посмотрим кино такая худая худочавая немного хотя может и нет бабулька в ахере думает нахер я ее пустила уже бы вот она и она но все ясно посмотрели ничего там нету спина там только и учебник вот и все как бы талер получается агент то есть тайна разведка фольта ставишь шеф то есть тайна нужно подумать поговорим позже а чё тут думать давай еще бабульку так сказать с потолка пыль стрясем а как так можно что ж пыль потока женщина здравствуйте до свидания этой был не я это был вот этот извращение вот этот разврат который пришел в окно а прикинь что она думает там один в окно залез она думала что это ее любовник 2 теперь ее жуха это он думает боже мой так я пообещал это не то покер не то разыскивается леву арду на обещал не то секреты не тонн секрет вы зимы я сказал реймонду так реймонду таинственная осталось найти последний сифирот кто мне поможет его а кстати задание то которое активировано про реймонда она ведет к нему скорее всего ну пойдем сначала к нему сходим потом к калькштейну спросим где этот сифирут последний взять точнее не к реймонду это ж теперь не реймонд аж теперь этот азар евет так где спит а можешь его зарезать пути полон сиди а ты не спишь падаль простая дедукция да 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 ну наконец-то здорово теперь я все знаю калькштейн работал вместе с могилой я нашел неопровержимые доказательства вот это теперь мы устроим ловушку собирай снаряжение и приходи когда будешь готов к опасной операции да что и он же не знает что я знаю он дураком себя выставляет я короче это мне нужно сказать про начальника королевской стражи про начальника королевской а ну ладно я собираюсь взять могилу он сражается на стороне саламандр тебе надо его убить ща убьем пойдем пойдем это будет непросто но я попробую так это будет непросто но я попробую так я скажу реймонду что убил могилу до силы мысли убил только что взял и просто что телекинезом его бошку взорвал короче всего да отличные новости и будешь рад реймонд ты убил могилу тогда тогда мысли будет нам докучать но новости в другом скоро мы схватим еведа у меня есть план мы отомстим за твою семью а могу я узнать в чем заключается план я хотел действовать в одиночку но если ты хочешь помочь но разумеется хочу в конце концов ты мне платишь к тому же мы теперь друзья да 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 друзья вот как мы поступим поскольку мы лишили его правой руки могилы теперь мы сможем сыграть на том что нужно ему и его прихлебателю калькштейна а и что это магические секреты скрытые в башне на болотах я знаю как ее открыть и мне нужно чтобы ты кое-что сделал конечно чем я могу помочь пойдешь со мной на болото а когда я открою башню вынесешь для меня тайные книги нельзя чтобы они попали в руки и веда можешь на меня рассчитывать когда отправляемся немедленно мы должны получить то что спрятано в башне все книги и свитки и использовать их в качестве приманки для нашего друга а как ты собираешься открыть башню какой же он тупой камень ключ от башни или часть ключа просто постарайся заинтересовать этим калькштейна как мы и договаривались какой же он тупой по сути он взял и на такую хрень пошел ну согласился то есть клюнул вынеси пойдешь со мной короче вынесешь для меня древние свитки книги а в чем проблема вынести их геральту вот в чем проблема вот в чем вопрос так я должен установить сифироты так таинственно я должен поместить сифироты а подожди а где аси а как же сифирот а он же мне дал сифирот прикинь последний я должен подготовиться к столкновению большим реймондом так должен подготовиться что у меня есть у меня есть вот такой вот неизвестный эликсир у такой неизвестный эликсир филен кто делает филен эликсир позволяет регенерировать энергию замечательно использую ласточка да использую белый мед нейтрализует токсичность любые воздействия других эликсиров говно кошка говно пурга улучшать рефлексы до пишет их гавфи гафиши не то и куча неизвестных эликсиров как мне понять что это такое потому что если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое так пойдем расставлять сифироты по болотам это в эти алтари которые по всему болоту расставлены я конечно задолбаюсь их сейчас расставлять боя готов так конец на башне пойдем-пойдем-пойдем час ночи расставим как раз утро начнется как раз я утром его и шлепну тяжело на службе типа по заданиям еще куча блядь конечно я его шлепну переводчик перевозчик же не работает конечно же вот по заданию там типа много глав и я не понимаю вот я щас убью я веда это все главы я буду охотиться за профессором и по он же тоже там главный подозреваемый которого надо убить а вдруг окажется что профессор главные в этой шайке так пойдем паромщику перейдем а днем оно и лучше кстати идти потому что ночью появляется всякая пакость на болоте очень много и заткнись и меня перебиваешь не культурно готов сейчас расставим быстренько и пойдем кому говорить реймонду что я расставил да так давай смотреть точнее рядом со мной вот он реймонд сейчас будет драка так что сейчас надо сохраниться на всякий случай вот я сохранился теперь перед тем как с ним базарить да элементарно балда я думаю перед тем как она да вот как раз все и выпить регион энергии регион энергии есть ласточка нет пурга пей пургу гандо гандо так скоро ты узнаешь правду не нервничаешь не лучше сосредоточусь на задании мне принести из башни книгу да и побыстрее нельзя чтобы как штейн нас и да 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 надеюсь этот убийца заглотил наживку я этим занимаюсь угу пойдем открывать я сейчас принесу и он сразу нападет да так и будет так короче это что такое круг стихий вен а знак акси получил так что то тут пособирал оно особо не видно из-за того что я понапился всякого говна а теперь не видно что здесь есть еще в принципе все так давай сразу книгу почитаем потому что почему это я не должен читать первой книгу я должен первой прочитать все пойдем а то заберут книгу и нихера я ее не прочитаю я уже перевоплотился уже здоровы а не ты хочешь узнать правду да ну и видно так ты видел свое очень хочу только вопрос ля 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 типа не видно его да на тебе сука когда ты решил принять облик реймонда ты сам подсказал он шел за мной а ты ему доверял глупо было не использовать случай вот по этому плану ты встретился с ведьмаком глупо было бы мне не использовать случай хватит болтать веди меня туда где ты спрятал все что украл в каир мархене ну веди давай так он еще телепортирую для молнию сделал я по нам что случилось да стой что с тобой у все сердечный приступ нажрался я тебя серьезно он нажрался у него сердечных приступов да сука то давай может и как бы ты начнешь драться ты сука сидит блять умирающего лебедя здесь строит бля музыка прям просто жесть мне аж мурашки по коже от этой музыки я прям я хочу слушать и слушать на вот и все все опять умирающий лебедь опять он умирает все у него сердечный приступ начался и сам то это дурак почему я с этим то дерусь ну хватит ну геральт как ты с монстрами дрался скажи мне а если они да ёпты шмать бей я из этой херни не вижу когда надо вовремя бить типа второе третье у да ты сравни а ты у а он умер у меня сердечный приступ но он умер так берем следующий меч кто случится ну ёпт аааа двое на 1 господина слушаю и повинуюсь профессор качай клаванатом и займись ведьмак видишь ли ведьмак азар испытывает определенный дискомфорт водной стихии ля руина кто рассказывает ими магами огня отлично одним выстрелом глюк зайцев их двое теперь а двое на 1 то нечестно так стоять я а музыку там не верни ну нет это не та песня которая мне нужна просто сейчас разносим щит этому а что не в жизни то не не убавляются все опять сердечный приступ но это называется все это геральт старый да ты может все сейчас и забьют сторон до двоих сразу давай может подойдете чтоб я двоих сразу то убил все да блядь какой азар балбан ты позволил ведьмаку провести себя тихо возвращаемся на базу купеческий квартал быстрее пока он не очнулся а в чем причина его убить пока он не спит мы с тобой еще встретимся пока он сейчас лежит по чем причина была его все согласны что события потрясшие тимерию начались на болотах подвозимой обе стороны предвидели конфликты испытывали врага ага обычная разведка превратилась в битву орден победил благодаря разведке решимости порожденной верой ска это или поняли что дорога к свободе будет полита кровью вообще зачем я сюда влез конечно азар вывел меня из боя когда я очнулся благодаря отрез груды тел были рядом а в смысле последний раз я смог сохранить нейтральность то есть смотри смотри то есть это то что я вел это разведка а потом они начали вот войну пока я дрался с еведом прикинь типа их не лагеря ошибаешься он в моей власти кто не только он все они жаль что фольтеста сейчас нет кто в твою власть а проблема с левого арденом тоже решена да он принял мое предложение он сказал что те кто стоит за ним сами собирались подобное предложить но мы опередили мужчины болтуны всегда во всем хотят быть первыми но ничего подобного думаю удастся его убедить в чем убедить ошибись геройт проницательный и особенный я знаю я ухожу я свяжусь когда закончим с этим видимо типа я узнать то что ты скрываешь а я же не знаю про ложу я же типа это в книгах знаю и в книге он не знал про ложу рис зачем ты встаешь я хочу проверить здоров ли ты уже я здоров больно не будет а вдруг ты это сломаешь больно не будет результаты тестов положительные ты полностью восстановился где карточка ведьмачи митоболизм как я тут очутился чистое совпадение я изучала магические аномалии наткнулась на фальшивый след который оставил этот шарлатан калькштейн ты нашла меня на болоте что же там произошло на самом деле я не знаю алхимик все еще изучал кайп но там ничего нет самые большие аномалии здесь в зиме магические аномалии в зиме да я была бы тебе благодарна если бы ты помог мне разобраться но пока что надо разобраться с твоим здоровьем а прозрачная оказалось результаты тестов положительные милашка ты меня неправильно понял физически ты в полном понемне оно не прозрачная меня беспокоит либо дождь прозрачная пупок вижу знание ты бредил постоянно да прозрачная у меня не было другого выбора мне пришлось прочесть вам полностью чтобы узнать о твоих ранениях и о том какой яд ты не не помню раз думаю ты прочла не только это это неизбежно ты слишком громко думай я в любом случае теперь я знаю о твоих последних приключениях ты можешь справиться с моей амнезией вернуть тебе память какие приключения очень вряд ли но есть призрачный очень вряд ли и чего ты замолчала какой призрачный шанс судя по тому что я видела тебе станет лучше если ты создашь стабильную модель личности расплывчатый эвфемизм который значит геральт пожалуйста я пытаюсь объяснить тебе нечто очень важное да мне все равно только обойдись без этой псевдонаучной билиберты а не у нее верх типа видишь закрыт ты должен принять чью то сторону в том что сейчас происходит не важно какую позицию ты выберешь главное чтобы ты ее выбрал идентификация возможно позволит тебе восстановить память и ты в любом случае ничего не потеряешь ты можешь сказать что ты видела нет я не хочу чтобы ты превращался в мое видение геральта я хочу чтобы ты все решил сам не оглядываясь она не хочет рассказывать по твоему я не должен интересоваться своим прошлым именно воспоминания вернутся сами посмотрим геральт офигеть она мозги пудрит она говорит что должно само вернется само ты должен сам а не по моим видениям она не хочет рассказывать потому что ей придется рассказать про енифер который он любил а она сейчас им пользуется геральтом про цири который ему надо искать а значит он бросит это пойдет искать цири все расскажет и как бы она с носом останется и все она расскажет что у них ни хера ничего не было но один раз там был перед как они познакомились и она там влюбилась в него пол шесть за этого пока пока да чуть не забыла самое главное что с тобой хочет встретиться один человек очень влиятельный купец лео варден он устраивает банкет в новом на ракорте это где слишком люблю банкеты там будет множество влиятельных людей но не все равно знаю включая принцессу аду которую ты освободил от заклятия и что она к тебе не ровно дышит да ладно я пойду и я там буду ладно ты меня точно не буду может быть мне удастся что-нибудь разузнать хотя буду вот пропуск который позволит тебе без проблем передвигаться по вазе если карточку даже буду это ты отпустишь меня или нет нет надо заканчивать она меня дергает и дергает дергает и дергает на этом мы закончим подписывайтесь на канал на паблик на телеграмм ставьте лайки пишите комментарии и всем до встречи в новых видео